Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту обнаружения крупного арсенала оружия. В Ленинградской области в доме проживала семья, в которой воспитывались 8 родных и приемных детей. Обыск проводился по другому делу. Отца подозревают в многолетнем насилии над своей дочерью. Детали этой истории выясняет наш корреспондент Ксения Кубина. Сейчас она с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте. Вам слово. Коллеги, здравствуйте. Да, мы сейчас находимся на месте, рядом с домом многодетной семьи в Гатчинском районе. Вы можете видеть сзади меня достаточно большой православный крест. Он сегодня ночью вызвал интерес у криминалистов. Они его тщательно исследовали. Рядом раскопаны несколько ям. И, возможно, вскоре мы узнаем, что оперативники смогли там обнаружить. Я напомню, что глава семейства, 46-летний мужчина, задержан, допрошен. Он подозревается в совершении сразу двух преступлений. Это изнасилование своей несовершеннолетней 13-летней дочери и незаконное хранение оружия. Сегодня ночью из этого дома вынесли целый арсенал. Различные боеприпасы, гранаты, винтовки, бронежилеты. Сейчас они отправлены на экспертизу. И следователи будут выяснять, откуда у многодетного отца такой склад оружия. Давайте послушаем представителей Следственного комитета. Они чуть подробнее расскажут о том, как идет ход расследования. По данным следствия, в период времени с января 2012 года по сентябрь 2019 год в частном жилом доме, расположенном в деревне Химази, Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь, 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий. В ходе первоначальных следственных действий в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интересы для следствия. Наряду с этим, в ходе осмотра места происшествия было изъято огнестрельное автоматическое оружие. Это автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. В настоящее время изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. 12-летняя девочка тоже до прошлого. С ней сейчас работают психологи. Все 8 детей находятся в местной больнице. По оценкам экспертов, в не очень хорошем состоянии. Дети напуганы, голодны, плохо одеты. А если посмотреть на фотографии оперативной съемки, то можно увидеть, что они жили в каких-то нечеловеческих условиях. Голые стены, холодный пол. А внутри дома огромное количество каких-то спортивных приспособлений, несколько шведских стенок. Складывается ощущение, что там дети жили в каких-то спартанских условиях. Их словно готовили к каким-то боевым испытаниям. Мать этих детей, она же сожительница задержанного, и его двоюродная сестра сообщила следователям, что мужчина держал всю семью в страхе. Соседи дают противоречивые характеристики семьи. Отмечают, что она была религиозной, тихой. Некоторые покупали у них козье молоко. Некоторые отмечают, что отец действительно был очень строгим, и дети редко выходили на улицу. Давайте послушаем одну из соседок. Она расскажет об этой девочке, которая сейчас является потерпевшей по делу. Она была все время такая ласковая, приветливая, веселая, улыбалась все время, здоровалась по 10 раз на день. И, в принципе, в последнее время она, кстати, очень хорошо стала одеваться. То все время скромно, а в последнее время она подружилась с девочками, видимо, из этой деревни, стала краситься. Одна из прихожанок местной церкви сообщила в полицию о том, что в этой семье не все благополучно. Собственно, после этого сообщения правоохранители приехали сюда, к этому дому, устроили проверку. И в итоге им пришлось срочно эвакуировать детей. Сообщают специалисты, что Андрей тратил все свои заработанные деньги, Андрей это задержанный, на покупку оружия, которое он хранил в подвале этого дома, и которое сейчас находится на экспертизе. Следователи в ближайшее время должны решить, ходатайствовать о возбуждении, о избрании меры пресечения для задержанного. Коллеги. Ксения, спасибо. Из Ленинградской области на прямой связи была наша корреспондент. Ксения Якубина. Якубина. Остальг.